друзья мои всем привет у меня есть две новости одна плохая другая хорошая начну наверное с плохой потому что она небольшая и потом поговорим о хорошей новости и этой стаи попугаев и так кто не в курсе я напомню что эту стаю волнистых попугайчиков их тут всего лишь у меня 5 6 9 штук я купил на выставке хропотки не на ярмарке сейчас все волнистики собрались уже видите вот я им сейчас предлагаю морковную ботву они начинают потихонечку ее пробовать вот этот у меня любитель птички почти ручные у меня уже стали за 7 дней буквально хорошо идут на контакт вон как слушают внимательно итак друзья плохая новость сегодня утром я обнаружил вот этого маленького птенчика еще напуган кусается вот обратите внимание у него лапка была погрызана вот тут видите все в крови коленка в крови пятка в крови хвостик в крови в общем подрались мои ребятки подрались я думаю я думаю может кто-то покусал соседей или лапка попала он ее подломил ну оказалось что здесь еще есть напарник у него вон он светленький бегает у него борода была в крови видимо дрались и тот того испачкал птицу я обработал перекисью водорода кровь буквально в течение 30 минут остановилась и все прошло в общем все закончилось благополучно сейчас он немножко прихрамывает но в принципе я думаю опасность позади вот такая вот новость плохая все хорошо в принципе имейте ввиду что если у вас будут похожие ситуации с попугаями там кровь пойдет или кто-то кого-то укусит перекись водорода обыкновенная очень хорошо останавливает кровь и попугаев так что касается кормления и что касается здоровья моих птиц вот этих вот моей молодой стаи мне писали в комментариях там таблетки антибиотики витамины надо давать я отказываюсь от этих всех вещей и хочу восстанавливать птицу природным методом по природному кормлению итак смотрим друзья я вам сейчас вкратце объясню рацион своих попугаев период откармливания значит так трава мурава трава мурава это птичий горец он же споры очень полезная трава обладает жирительной силой даю ее попугаем утром в обед и вечером стул по меду попугаев нормализовался в общем все хорошо в этом плане пищеварение заработала даю немного портулака портулак меня спрашивали можно портулак давать да друзья портулак можно давать но редко допустим раз в четыре дня или раз в неделю смотря какое количество вы будете давать лучше давайте небольшими небольшим количеством чтоб птица не переедала вот ну отказаться от портулака я вам не рекомендую он должен быть должен быть в рационе пока он есть пользуйтесь сейчас у нас вечер я еще предлагаю птицам морковную ботву морковная ботва содержит гораздо больше витаминов микроэлементов чем морковка но морковка это тоже хорошая вещь кладиц так классическая зерносмесь просто овес семечки подходит она в принципе всем волнистым попугаем все ее знают все ее едят также в клетке у меня присутствует минеральная смесь здесь ракушка толченая яичная шкарлупа толченая и кальция таблетки толченый кальций человеческий так друзья и еще надо отдать должное у меня есть широт расторопших этим делом я посыпаю морковку вот видите я открыл и даю значит как я посыпаю морковку в эту миску рано утром мои птицы проголодались ночь спали все переварили голодные с утра хотят завтракать я им предлагаю эту миску натертую морковку и посыпаю эту мокрую морковку натертую вот этим шротом все это перемешиваю и даю птицам но без проса просто не даю потому что если я дам проса они откажутся от морковки но они еще не очень любят а так у них идет как бы получается моно диета то есть деваться некуда надо кушать то что далее они съедают с удовольствием морковку тем самым получают шрот и поправляют здоровье в частности улучшают печенку почему я решил и ввел им обязательно шрот и вам всем рекомендую если вы видите что у птицы вот просаживаются крылья видите крылья просаживаются вниз он немножко плохо держит крылья он их опускает это есть подозрение то что у птицы увеличена печень и мышцы спины давят на печенку когда птица расслабляет мышцы спины у нее крылышки подаются немножко вниз и давление на печень отсутствует вон как потягивается видите сейчас покушают и спать будут а завтра снова новый день силу набирать и так вот так вот поэтому я решил что немножко печенка увеличенного допустим у того точно но в первый день он конечно был сильнее они уже немножко у меня заснули в общем вот таким вот образом я их кормлю сейчас я покажу вам как они кушают у птицы у птицы потрясающий аппетит смотрите сами посмотрите кстати птица потихонечку приручается ко мне я думаю что со временем у меня будет ручная ручная стая которая будет давать на привод я надеюсь но тут в основном мальчишки надо будет подкупить девчоночек и будем все это дело выждем когда птичкам станет год то есть я думаю следующей весной мы поставим им домики и посмотрим и получим от них потомство я надеюсь о видали как они едят только что все засыпали но уже просто дело к ночи где-то часа через два буду тушить свет они будут спать вот решил покормить их и как раз показать вам видео как они кушают вот сейчас я им ставлю минерал очку сюда вот так рядышком жердочкой ставлю чтобы они кушали это все дело водичка здесь у них вот тут водичка есть все есть видите как малыш я с удовольствием поедает корм это говорит о том что птица идет на поправку вот видите все кушают нет такого чтоб кто-то там заснул и не идет кушать вот один сидит он по моему самый четкий попробую я покормить морковной ботвой будет он нет не боится так я им сейчас здесь положу у них дно сетчатая морковка не упадет а вот думаю мелкую траву покидаю я им туда вот так вот я им покидаю они все покушают что упадет вниз там неразлучники подберут ого видите сразу он морковину ботву начал клевать тут слева я думаю каждый заводчик будь то начинающий заводчик или уже опытный всегда радуются когда его подопечные попугаи охотно кушают потому что хороший аппетит это признак здоровья птицы в общем можно смело сказать что птица идет на поправку друзья еще раз повторюсь без антибиотиков без всяких химических витамин все на натуральном то есть обыкновенная у меня зерносмесь плюс трава птичий горец морковная ботва морковка шрот расторопши принципе вот так он как трепет смотрите уплетает именно травку кушают травку он голубенький друзья вот на этом я хочу вам всем пожелать чтобы ваши попугайчики всегда были с таким же аппетитом хорошем состоянии желаю вам всем удачи в разведении попугаев подписывайтесь на канал продолжение следует кто что хочет спросить пишите в комментариях с удовольствием всем отвечу до скорой встречи а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok